всем доброго дня мы с вами да тут это кажется очень смешным но это минут 15 но в целом говорится мы строили и наконец построили вот мы с вами сегодня начинает ходить блок посвященные вычлением на видеокартах и наша цель вообще познакомиться с тем а как сфер параллельных вычислений пришло понятие видеокарта и графические вычисления да потому что ну кажется для чего обычно нужны видеокарта ну классическая в игры играть да ну вот почему как ни странно вот компания nvidia вот кстати недавно вышел буквально отчет финансовый за 2023 год и они порвали все рекорды свои и котировки акции nvidia выросли там еще на 15 на 20 процентов то есть это там ту зиму если посмотреть на котировки акции nvidia то это прям явно видно но на самом деле компания если так честно говорить она сейчас зарабатывает за счет того что продает видеокарты но она вообще предоставляет разные решения связаны с искусственным интеллектом поэтому так или иначе сейчас программированные видеокарты очень полезна в концепции обработки больших объемов данных и вообще процессирование этих объемов данных поэтому важно как минимум в основе понимать каким образом происходит программирование на вот этих устройствах вот и самое главное про инструмент который используется в данном кейсе это инструмент под названием куда значит я еще в виду аббревиатуру понятия куда вот наша сегодня цель будет понять в том в чем состоит история этого процесса и разобрать основные концепции для того чтобы на первых семинарах вы уже с и покой на могли с этими концепциями работать знаете как раз начнем значит что мы узнаем сегодня на сегодняшний лекций во первых мы сегодня поймем чем же процессор отличает от видеокарт во вторых вспомним что такое закон мура и поймем почему он в оригинальной постановке так сказать которая обычно считается неверной работает до сих пор для видеокарт для центральных процессоров классический закон мура сейчас не работает значит как ускорять программы на видеокарте собственно это цель того посмотреть каким образом это все работает и последняя вещь мы поймем с вами как использовать всю мощность на видеокарте почему это важно потому что когда мы говорим с вами про обработку на видеокарте то оказывается что у нее модель вычислений немного другая по сравнению со центральным процессором и это необходимо учитывать для работы то есть если вы кажется что ну вот сейчас мы с вами все раз параллелим грубо говоря на тысячу потоков у нас будет ускорение в тысячу раз вообще это неправда если вы попробуете распараллелиться на гпу ровно также как на цпу то вас постигнет фиаско вы ускоритесь не в тысячу раз а раз ну не знаю раз 20 от силы то есть как бы законом дала пойдет гулять лес вы знаете что такое законом дала говорили это максимальное ускорение которое можно получить в программе на в зависимости от числа потоков и доли программы которые выполняются последовательно вот хорошо значит дать поймем вообще с чем мы с вами работаем и что такое гпу значит гпу расшифровывается как график процессинг юнит если мы говорим про обычные задачи то они обычно выполняются у нас на цепу что такое цепу это центр процессинг юник это электронная схема которая необходима для того чтобы производить операции вы произвольно компьютерной программе то есть любое действие которое по умолчанию вы делаете в на вашем компьютере так или иначе спускается в набор регистров и там по факту есть языка ассемблер в которой мы стараемся транслировать все команды понятно что на уровне процессора у нас вами помимо ассемблера есть микрокод это такое устройство которое умеет транслировать команды ассемблера в внутренней инструкции процессора но зачастую вы как бы не имеете понятие каким образом устроен микрокод то есть ваша цель просто свести к программе ассемблера а дальше центральный процессор в режиме конвейерности будет решать что именно делать так вопрос такой понятие конвейера знаете процессорок это значит такой такая последствия в которой нам говорится что операции должны идти в строго определенном порядке и собственно у самого центрального процессора есть несколько вычислительных частей несколько очередей через которые это конвейер может быть сделан до представить себе кейс мы делаем какую-то машину понятно что у нас с вами одна часть один отдел допустим строить корпус другой отдел красят его понятно что эти действия можно выполнить эти действия выполняются последовательно но в принципе параллельно двумя разными командами можем делать разные действия один одни собирают машину другие допустим ее красить вот в итоге мы получаем а некоторую цепочку действий в которой это все работает достаточно быстро а на доске ничего не видно то есть вот она у нас две стадии это сборка и покраска понятно что мы тогда можем сделать вот такой конвейер вот и это все делать в момент времени то есть у нас две разные команды могут заниматься одной и той же по факту параллельной сборкой нескольких машин вот центральном процессоре мы этого с вами не видим а вот на графических ускорителях это можно увидеть но правда связано с обработкой памяти так значит что график процессе кинет это на самом деле обычно специально электронная схема которые необходимы для того чтобы выводить изображение на экран процедура отрисовки объектов на экране называется рендерингом а не значит если мы говорим про график процессе кинета в нашем так сказать обиходе в русском языке есть некоторое другое понятие которое заменяет процесс понятия график процессе кинет как мы это называем да это мы называем видеокартой конечно то есть у нас по факту есть отдельное устройство и что мы его называем видеокартой а вот и давайте вот детально представим себе значит как у нас выглядит обычным видеокарта то есть видел ну давайте я открою наверно кинь трендеры так давайте посмотрим какой-нибудь процессор какой процессор больше нравится intel или md блин а дать какой-нибудь райзен открою 9 и посмотрим как они выглядят так давайте мне без коробки вот смотрите то есть ну допустим вот выглядит процессор вот таким вот образом то есть это именно такой чип он обычно занимает немного места вот и там по факту он вставляется в материнскую плату и дальше мы собственно к нему подключаем некоторый набор вентиляторов ну то есть кажется устройство вот приблизительно вот такое значит там вместе слотом со слотом материнской плате она занимает немного места начало давайте теперь откроем видеокарту какую откроем ну давайте допустим rtx 4090 не знаю видно ли объемы или нет а ну давайте вот какой сбор компьютера так откроем откроем сайт я надеюсь что тут позволит нам это значит смотрите теперь чтобы вы понимали все по объемам да 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 спасибо спасибо что предлагаете мне это купить значит вот видите вот это вот то что я на экране вывожу это у нас вот такая вот коробочка вот это центральный процессор вот собственно поверх него привязана помпа и справа от него видны вентиляторы да а теперь вот это видите вот параллельно сбоку еще одно устройство называется geforce rtx оцените размеры ну то есть такая бандура на ней висит три вентилятора вот и она еще сама занимает три слота пися экспресс выводы информация то есть по факту вы классический компьютер вряд ли вы поставите больше чем 2 вот а если захотите поставить три видеокарта то вам придется сделать приблизительно то же самое что мне в свое время пришлось сделать идти в магазин арендовать дрель и просверливать дырку для системного блока да потому что системный блок у меня железный ну вот такой вот аспект то есть понятно что она занимает очень очень много места ну понятно что большая часть из этого вентилятора но в принципе такая вот плашка значит поэтому как бы ведет что мы с вами из этого можем сказать что видеокарты и центральные процессоры сейчас выглядят по-другому по-разному совсем но это было далеко не всегда так были времена когда центральные процессоры и видеокарты были одинаково приблизительно давайте поймем почему для этого нам нужно отмотаться поверите где-то на 40 лет назад 40 лет назад от каких-то приблизительно до 80-е годы значит представьте себе живем в 80-х годах и у нас есть замечательное устройство на самом деле если мы живем так сказать на западе да то у нас есть просто как раз такое устройство как nintendo entertainment system nintendo entertainment system значит она до нас доехала в 90-е годы это приставка dandy возможно слышали про такое отдать как раз разберем характеристики этого устройства и поймем на самом деле сколько нам нужной информации прогонять за единицу времени для того чтобы отрисовывать изображение на экране то есть какой рендеринг нам нужен значит давайте оценим сколько ресурсов вообще занимает 2d отрисовка объект а че для этого нам нужно понять что у нас с вами есть значит количество пикселей а сразу скажу что игрушки были плоскими то есть не было никакого 3d тогда то есть это всякие новомодные технологии их еще тогда давайте посмотрим внимательно экран показать экран то тот тот который сейчас нарисуем в доске у нас изображение у нас есть ширина у нас есть высота сейчас мы понимаем с вами что у современных мониторов ширина это 1920 пикселях высота 1080 пикселях но когда были восьмидесятые годы то ширина была 320 и высота 240 это если повезет то есть иногда еще меньше объем а вот значит сколько цветов могло храниться в одном пикселя сейчас мы понимаем с вами что у нас знак хранения каждого пикселя отводится 32 бита ну либо либо 64 бита это собственно rgb 888 ну вот иногда еще что это канал значит в тех приставках вообще было восьмибитное разрешение экрана то есть у нас как бы один пиксель занимал 8 бит так хорошо то есть что у нас получается значит для отрисовки одного пикселя одного экрана сколько нам нужной информации что нам нужно сделать с этими всеми числами да получается объем это 320 на 240 на давайте 1 байт сразу вот значит это сколько мы перегоняем с вами точнее за один кадр перфрейм а теперь как оценить объем информация который нам необходимо перегнать за одну секунду ложь на fps просто надо вот эту вот величину умножить на fps значит тут нужно сказать сразу что несмотря на то что тогда частотность была там 24 кадра в секунду либо либо там 25 кадров либо 30 кадров в секунду на самом деле у нас есть два два буфера точнее у нас кадр состоит из основного экрана и буфера который отрисовывается а поэтому нам на самом деле нужно в два раза больше ресурсов для отрисовки ну можно считать так что все равно некоторые если посмотреть приставки которые вот отрисовывают изображение все равно они старались соблюдать частоту кадров либо 50 секунду либо 60 кадров в секунду еще в те времена поэтому давайте мы оцепим по минимуму это все дело искать будет 50 frame per second здесь у нас было делить на фрейм честно размерности сокращаются так тут байт получается и сколько это у нас выходит да 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 то есть как бы у нас получается каждый пиксель отрисовывать 8 бит 8 бит это один байт да 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 ну понятно что это там есть статические картинки там и так далее понятно что там надо смотреть в ресурсы процессора по-хорошему то есть мы оцениваем прикидывать на припадыш ну так посчитаем сколько это будет у нас 320 на 240 ну а 36 366 мегабайт на самом деле понятно что если мы отрисовываем 25 кадров в секунду то получаем где-то 1819 мегабайт в секунду вроде нигде не обманулся счетом а теперь давайте поймем приблизительно объем информации мы можем перегонять линию времени а здесь делается еще одно крайне не точное допущение поскольку память и центральный процессор это все-таки разные давайте будем считать что приблизительно там за один такт мы будем перегонять один байт информации понятно что это неправда но если про битность процессоров вроде это совпадает то есть приблизительно для того чтобы отрисовать этот объем а нам нужно порядка 24 мегагерца иметь частоту процесса опять же это грубые оценки так вы теперь смотрите если мы пойдем значит в google спросим следующий запрос мощность процессора дэнди то что мы с вами увидим 1 вольте мегагерц в принципе мы попадаем в который у нас есть для центральных процессоров то есть в принципе за отрисовку изображения можно использовать классический центральный процесс для отрисовки 2d объект хорошо так это понятно грубо потому что там были спрайты приставки нинтенды ттм ассистифоны были статическими есть достаточно большое ограничение на ресурс и так значит а если мы говорим про более широкие расширение разрешение то вга экран появился там восемь седьмом году и разрешение у него стало 640 на 480 то есть тогда появилось все кажется что вот типа туда кстати можешь просто создать видео мне указ неверно значит и она на самом деле два раза меньше то есть 2d все хорошо так а давайте подумаем что у нас произойдет когда мы из 2d в 3d передел в чем будет отличие значит это будет уже не восьмидесятые года это уже будут девяностые годы давайте прикинем значит теперь у нас чистота как ни странно тридцать два пита как бы появилась полная цветовая гамма 1 может быть не полно не совсем полный 5 разрешение экрана увеличилось 640 на 480 могло увеличиться так хорошо а теперь даже если мы сейчас подставим то у нас получается смотрите x2 x2 x4 то есть у нас получается x16 от этого объема ну и это уже кажется 50 мегабайт в секунду кажется что в принципе не не сильный рост но здесь мы забываем учесть один важный фактор какой как понять как пиксели выводить на как понять какой пиксели выводить для этого что нам нужно сделать да смотрите что-то спроецировать то есть как минимум нам нужно взять какой-то трехмерный объект и его обсчитать на а если мы предполаг давайте прикинем следующую вещь что у нас трехмерный объект будет сферическим с учетом того что вся 3d графика отрисовывается треугольниками то количество треугольников но они маленькие достаточно можем оценить приблизительно опять же сверху как площадь фигуры понятно что у нас есть квадратные которые достаточно просто отрисовываются но сферообразные у нас возникает проблема чему равняется площадь сферы ну не 64 пир квадратных ну а р квадрат нам не важен нам нужно понять вот этот коэффициент ну где 12 половиной то есть вот эту штуку нам по факту еще нужно будет умножить на где-то 12 половиной ну смотрите нам нужно значит вычислительно мы рисуем сферу как каким-то образом она у нас вращается на она представим себе такая разноцветная то есть у нее какой-то градиент есть вот и нам нужно каждый раз вычитать какой цвет нам нужно для этой сферы спроектировать экран часть сферы то есть нам нужно обсчитать все прямоугольники все треугольники которые у нас имеются который вводится на экран типа ну да половина ну как нам нужно понять для половины объектов сферы находятся они внутри или нет половину отрисовать картинка меняется динамически каждую секунду ну сфера вращается у нас ну это понятно это уже это уже чудеса оптимизации происходят и про чудеса оптимизации как раз и получается почему некоторые игры которые были в тогда в ps1 они реально выглядели достаточно круто несмотря на ограничение по ресурсу да 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 ну еще плюс порядок ну да 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 вот ну на самом деле с оптимизациями константа будет реально порядка там 50 100 мегабайт в секунду вот без оптимизации это получается где-то 600 700 мегабайт вот и что у нас получается смотрите то есть вот такой объем информации нам нужно перегонять за секунду ну если кругу грубо прикидывать хотите вас обратно как вы думаете какая мощность процессора была у приставки playstation 1 тут тоже определенные вычисления были мощность процессора playstation 1 то есть частота процессора не выросла в порядке нам нужен был скачок на два порядка у нас произошел скачок только на один порядок то есть мы не успеваем вывозить разрешение на экран ну и тогда смотреть классический тоже пример дать сделаем следующее посмотрим на вот эту игру и посмотрим на картинки не знаю вот к примеру так это in unity какой-то ну вот смотрите вот это есть открою картинку вот так выделила игрушка крыш пандикут в эти в 90-е года действительно вот какие-то очень грубые фигуры и как выглядит она сейчас на перезапуске то есть тогда очень центрального процессора просто не хватало для того чтобы отрисовывать поэтому стараюсь максимально все оптимизировать а из-за этого переход из 2d в 3d оказался некоторые игры просто так сказать потеряли свой шаром при переходе от 2d в 3d то есть у вас была красивая картинка грубо говоря тот же сам марио бегает прыгает прыгает все хорошо переходите на 3d у вас какая-то каша на экране понятно что это людям не нравилось здесь как раз возникает первый фазовый переход который заключается в том что некоторые компании а решили как раз заняться тем а что если мы вместо классической видеокарты будем к ней подключать который будет чисто заниматься отрисовка изображения на экран и так появилась компания 3dfx и у нее есть был графический ускоритель по имени воду значит здесь скринкаст скриншот с сайта собственно 3dfx история да и слева мы видим изображение с вами игры без графического ускорителя воду справа с графическим ускорением воду левая рендерилась на спу право рендерилась на обновленный гпу а я не разница видно я ну на самом деле просто деталь стал отрисовываться намного больше и фигурки стали наиболее плакать честно я почему это привожу потому что я сам с этим столкнулся правда тогда уже глайд не было ты 2005-2006 году стоял но как бы был специальный патч который позволял вот отрисовать к перейти в поддержку глайда ну реально игра стала совсем другой вот ну кажется что все замечательно есть компания 3dfx есть графический ускоритель воду вопрос вы сейчас первый раз услышали про этот графический ускоритель да это значит что что-то с ним произошло компания 3dfx начала выпускает графический ускоритель воду буду 2 буду 3 более того популяр такая популярная игра как вейк 3 в свое время она просто без глайда нормально не запускалась ну и компания сказала значит здрасте мы такие ура у нас все идет в гору все замечательно мы живем шоколаде но это был конец 90-х начало нулевых годов а в то время как раз был этот крах доткома то есть когда все эти компании реально повалились в цене и в итоге нужно было выживать каким-то образом а более того помимо компании 3dfx появились новые компании значит первая компания это компания nvidia она как раз тогда набирала обороты это 2000 год они сделали следующую вещь это создатели шейдеров то есть что такое шейдер это программируем модули для вычисления световых характеристик или цветовых характеристик то есть свет это отражение света падает который у нас свет это отрисовка разных экранов разных цветов текстуры наложить и появилась вторая компания которая называется silicon graphics по факту создала стандарт под названием open jail open graphical language и на самом деле до где-то восемнадцатого девятнадцатого года это стандарт де-факто для отрисовки графики то есть у вас появляется интерфейс котором вы можете работать независимости от видеокарты вот ну и собственно они дали api для этого доступа и компания 3dfx была банкротом стала банкротом поскольку проект был достаточно при проритарным и не замечал конкурентов в итоге что произошло произошло следующий исторически значит компания 3dfx была выкуплена компания nvidia за гроши реально за гроши после этого компания silicon graphics тоже была продана по моему компанией эти вай а компания md потом выкупила компанию эти ай в итоге сейчас у нас есть два крупных производителя видеокарты nvidia и md вот такая вот история собственно у нас появились с вами шейдеры которые позволяют отрисовывать изображение на экран то есть программируем модули а это значит что у нас есть всякие функции которые мы с вами можем использовать и и давайте посмотрим для того чтобы понимать что мы хотим сделать мы хотим чтобы у нас программы быстро работали пока что у нас какой-то графический язык и непонятно вообще как это связано а для этого нам нужно посмотреть то каким образом рендерится экран в панджей то есть у нас с вами есть два шейдера а первый называется вертекс процессор который по факту позволяет вам построить изображение а дальше построить точки в пространстве по определенным координатам делать геометрические преобразования дальше у вас есть расторизатор который по факту вы берете границы он так сказать выстраивает фигуры то есть у вас есть каркас вы каркас заливаете дальше у вас есть фрагментные процессор которые позволяют вычислять цвет и после этого значит фрагменты у нас мерзлится на экран и проецируется то есть как минимум у нас появляется проецируемые модули которые можно использовать вот и после этого у нас на выходе получается экран все замечательно но здесь как говорится все не без интересных вещей программируем модулями ну и вообще вся операция по работе с графикой делается в преобразованиях матриц 4 на 4 не матрицы 3 на 3 как вы думаете почему я не 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 по этой причине до однородные координаты то есть смотрите у нас получается так что мы работаем с вами когда мы говорим с графикой не в гевклидовой геометрии потому что если бы мы работали в классической гевклидовой геометрии у нас были бы преобразования вида матриц 3 на 3 мы работаем с вами проективной геометрии почему это важно мне кажется у нас сегодня урок физики и так извините пожалуйста те кто физику не любят для понимания процесса нам это нужно ну так обычно делают когда говорят что давайте мы теоретическую механику скроем назовем математической физикой смотрите я рисую вот такой замечательный объект а и рисую вот тут вот вот такую вот штуку собственно догадайтесь что это такое линза да собственно когда вы работаем с графиками на самом деле смотрим сквозь поверхность некоторых линз а что у нас происходит когда мы пускаем пучок параллельных прямых то что мы знаем с ней эти пучки куда они фокус на то есть смотрите что у нас получается у нас получается что пучок параллельных прямых при прохождении через линзу пересекается фокусе а это означает что если прямые пересекали здесь то прямые которые были здесь нет не в проективной геометрии говорю тоже должны пересекаться то есть как бы смотрите у нас две прямые пересекаются 1 1 постулат про активной геометрии что любые пересекаются если здесь они пересекались вот так значит я не здесь пересекать пересечься да где-то в бесконечности опять же формула для а нахождения расстояния это нам тоже говорит то есть ли мы в качестве f поставим f то мы получим д равняется бесконечности то есть здесь все четко так формула для нахождения расстояния в линзе вообще понимаем почему на матриц преобразование 4 на 4 должны быть да вот вот смотрите вот у нас были прямые до преобразования после преобразования не пересеклись фокусе значит до преобразований были пересечь какой-то точке а аксиома геометрия такая то есть мы вводим новую геометрию который называется проективные в которой говорим что любые две прямые должны пересекаться но преобразование должно сохранить свойства пересечения прямых расскажи это вот вот этому товарищу который снимает он же пропускает всю информацию через линзу и он фокусирует лучок пучок параллельных или прямых в одну точку на экране да 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 мы хотим проецировать это на плоскость да вот то есть смотрите что у нас получается у нас любые две параллельных прямых должны пересекаться в некоторые точки значит эта точка называется бесконечно удаленной точкой это постулаток проективной геометрии но при этом смотрите что у нас происходит если мы пустим вот другой пучок параллельных прямых а они пересекутся на фокальной плоскости вот а что мы можем сказать про вот эту точку а и вот эту точку б они надо прямой лежат но они лежат на фокальной плоскости значит смотрите если точки у нас лежат на фокальной плоскости на 1 плоскость то это преобразование они должны должны лежать на одной и той же плоскости да соответственно говорится следующее что все бесконечно удаленные прямые все бесконечно удаленные точки лежат на бесконечно удаленной прямой в случае 2d и на бесконечно удаленной плоскости случае 3d вот аксиома проективной геометрии а теперь смотрите какие чудеса чудеса заключается в том, что всю вот эту геометрию можно зашить при помощи как раз однородных координат. То есть любая точка в проективной геометрии может представляться в виде пары x, y, z, t, где у нас есть эквивалентное преобразование. То есть любое домножение всех координат на альфу приводит нас к однородности. Значит, каким образом зашить в эту геометрию теперь бесконечно удаленную прямую и не бесконечно удаленную прямую. Значит, если мы говорим, что нам нужна бесконечно удаленная прямая, то мы полагаем t равное нулю. То есть у этих объектов t равное нулю. Значит, если мы говорим про классическую геометрию, то в ней будет t равно единице. Тогда у нас все преобразования могут отнормироваться на вот этот коэффициент t. Чего? То есть t просто 2 или нет? Да, да, t просто... Да, бесконечно удаленная, не бесконечно удаленная. Можно вот, t же их декорация, да, только когда они проектируют логи? Да. Хар. В смысле? В плане, как раздают проекцию? А, для этого нужно посмотреть, для этого нужно посмотреть на, тоже пустить, так сказать, пучок, выполнить проекцию и понять, где на плоскости эта проекция будет. Когда мы будем лекции у нас не уменьшать, что у нас делать с этим уменьшиться? Ну, чтобы было удобно с этим работать. Эквалентность. Да, если это не бесконечно удаленная прямая. Да, в общем, вот такая интересная геометра. То есть у нас есть, смотрите, перемножение на матрицы вида 4 на 4. И, о чудо, совпадение 4 – это степень двойки. А представьте себе, что вот для математического моделирования, ну и вообще для компьютерных всяких вычислений, степень двойки – это отличное число. В памяти ложится. Да, в памяти ложится, находится хорошо, и все замечательно. Значит, тут проективная геометрия, значит, тут еще показано, какие преобразования можно использовать для различных переводов. То есть мы начинаем трясовывать объект, каким образом он рендерится на экран. То есть здесь у нас есть несколько как раз перемножений в вида проективной матрицы. То есть все эти перемножения можно использовать для своих целей. А теперь главный трюк. Давайте мы будем использовать их не для того, чтобы вводить изображение на экран, а для того, чтобы считать что-то для себя. То есть нам не важно, что будет отрисовываться на экране, нам, допустим, нужно перемножить матрицы быстро. Мы задаем нашу входную матрицу как набор точек в проективной геометрии, задаем проективные преобразования, а это по факту блочное перемножение матриц, и получаем результат, который получается на выходе относительно этих преобразований. А? Я не знаю, чем мы будем заниматься. Нет, это не то, к чему мы будем заниматься, а то, к чему мы идем. Ну, я так скажу наперед, забегу. Компания NVIDIA увидела все это и решила сделать нормальный интерфейс для всего этого. Вот, значит, идея такая. Давайте ничего не изображать, а использовать матрицы для вычислений. И здесь у нас возникает концепция из классификации по Флину. Single Instruction Multiple Data. Значит, мы можем одну векторную инструкцию выполнять на некотором векторе значений в один такт времени, одной ассемблерной инструкции. Вот как раз, посмотрите, у нас по факту есть набор точек. Нам этот набор точек нужно быстро привести проективным преобразованием в какой-то другой набор точек. Почему бы это не сделать одной ассемблерной командой? Да, просто поставить одно устройство управления на некоторый набор регистров. Как говорится, сказано, сделано. То есть это у нас как раз есть в видеокарте и появился как раз специальный механизм. Язык в то время назывался Bruck. Это обертка на допи компьютерная графика. То есть у нас был OpenGL, а поверх него был Bruck. Точнее поверх механизма шейдеров, которая позволяет выполнить некоторые векторные операции. Ну, даже есть статья, которая позволяет это сделать. А API, напоминаю, что это Application Programming Interface. То есть это тот формат, в котором мы взаимодействуем. Вот, значит, вы уже, наверное, знакомы с тем, как работает MPI. Да, все были на семинарах по MPI. Вот, и вы пользовались компилятором MPI-CC. Вот здесь такая же была обертка, код Bruck-CC. Язык назывался. Я не знаю, у меня, по-моему, даже где-то здесь должны быть исходники этого всего. Так, давайте. А, вот. Вот они. Собственно, это код на этом. Исходный код Брука. Ну, и здесь на самом деле видно, что есть вот такой вот механизм. Давайте открою текстовый редактор. Не знаю, видно ли что-то или нет. Вот. Но тут есть специальные именно коды. Кто-нибудь видит какие-то слова, которые отличаются от классического C? Да, смотрите, появляется ключевое слово kernel, которое обозначает, что этот набор инструкций нужно трансформировать в набор команд для видеокарты. То есть обычно пишутся на видеокарте ядра. Вот. И второе здесь дополнительное ключевое слово есть reduce. То есть это операция свертки. Для того, чтобы вложить какой-то результат. Понятно, что это все использует OpenGL runtime. То есть, и как раз, видите, тут уже большое количество прямо было написано разных вещей. Да, даже трассировка была написана. Вот. В принципе, можно почитать исходный код, но это не наша цель, на самом деле. Наша цель понять вот такую вещь. Это график производительности, который был получен на разных видеокартах в зависимости от временной шкалы. И что мы с вами здесь замечаем? Процессор Pentium 4, несмотря на то, что они выпускались как процессор нового поколения, мы видим, что производительность растет не сильно. Да, но при этом код, который был написан на разных видеокартах, NVIDIA и ATI, какой у него рост по производительности? Прямо порядки. Да, порядки. То есть, смотрите, как раз у нас появляется следующее, что за какое-то обозримое время у нас скорость вычислений увеличивается в разы. А это как раз то, что говорит закон Мура в неверной постановке. Значит, что говорит закон Мура в неверной постановке? Что за каждые два года, за каждые 24 месяца количество транзисторов в электронной схеме будет возрастать в два раза. Количество транзисторов в компьютерной схеме. И, как ни странно, это выполняется. Ну, возможно, сейчас уже с некоторыми ограничениями, но потому что у нас есть техпроцесс, и сейчас, собственно, величина транзистора измеряется несколькими нанометрами. И это уже не очень много. Вот. А на видеокарте, как ни странно, до сих пор выполняется закон Мура, но он выполняется как раз про количество операций. То есть до сих пор новые версии видеокарты позволяют получить все больше и большее количество операций в секунду. Вот. Ну, это было все в NVIDIA и в UTI, и компания поняла, что это золотая жила, и они решили сделать следующее. Они решили придумать свой механизм для вычисления кода, всяких механизмов на видеокарте. Значит, смотрите, это модель шейдера. Каким он выглядит? Что нам подается на вход шейдера? У нас есть некоторый набор входных регистров, через которые у нас передаются, так сказать, константы. Типа у нас есть точка на плоскости, и нам нужно ее отрисовать. Там покрасить ее в какой-то цвет. Значит, что сходу можно туда присобачить? Значит, текстуру, которую нам нужно отрисовать. Что такое текстура? Это по факту обои, либо цвет, который нам нужно пририсовать. Дальше у нас есть некоторый набор констант, который мы можем зашить, и некоторый набор регистров общего назначения. Вот. Они все подойдут в фрагментную программу, и мы получаем с вами выходной регистр. То есть выходные регистры – это по факту… Что там? Понятно? Для каждого цвета мы, для каждой точки на экране, определяем ее цвет. Вот. То есть это вот то, как изначально пользовались этим всем на видеокарте. Но понятно, что таким образом мы с вами не можем работать никаким образом с массивами. Это проблемно. Но тогда что мы сможем с вами сделать с массивами? Давайте мы вместо того, чтобы использовать в данной концепции входные регистры, давайте мы передадим идентификатор нашего потока. То есть у нас с вами будет на вход подаваться номер потока, который отвечает за выполнение операции, не какой-то набор значений, а фрагментную программу переименуем в трет-программу. То есть она на входе будет принимать такое число, и в зависимости от этого числа будет выполнять какую-то операцию. Значит, давайте я спрошу, МПИ все заботали? Хорошо, а тогда рубрика повторяем МПИ. Когда у нас компьютер запускается в одну и... Когда у нас несколько процессоров запускается... В... Несколько процессоров запускается в общую программу, то что назначается каждому процессу? Да, этот номер обозначается от ранг. То есть у нас есть группа под названием com.world, из которой мы можем узнать world size, размер группы. Вот, и каждому процессу назначается ранг ID. От нуля до world size минус один. Соответственно, это позволяет нам использовать концепцию single program multiple data. То есть мы пишем одну программу на обработку большого объема данных. Да, это под концепцией multiple program multiple... Ой, этот... Multiple instructions, multiple data. А вот. А в данной концепции мы говорим следующее. Давайте вместо того, чтобы у нас был ранг, мы с вами передадим некоторую константу, величину, которая называется 3DDX. То есть у нас будет номер потока, и в зависимости от номера потока на самом деле мы можем получить элементы массива, которые должны обрабатываться данным массивом. Там они будут от нуля до... До бесконечности. Ну, не до бесконечности до максимального ограничения. Сразу скажу, что это логическая абстракция. На физическом уровне это будет немного по-другому. Вот. Значит, у нас появляется вот такой вот номер потока, который мы с вами, в принципе, можем использовать. А дальше мы сделаем следующее. Ну, понятно, что в выходные регистры писать неудобно, поэтому было бы неплохо иметь память для хранения этих ресурсов. То есть не дать больший контроль нашему исполнению. То есть вместо того, чтобы указывать, что вот эти пиксели отрисовываются в какое-то место на экране, давайте мы будем указывать, что именно запиши, пожалуйста, это все в конкретный элемент массива, определенный результат. И третий переход, который здесь был, это, собственно, нужно добавить разделяемую память. Что такое разделяемая память? Это память, которая доступна соседним элементам. То есть представьте себе, что нам нужно посчитать какую-нибудь локальную свертку. Вот. У нас, допустим, есть сверточный слой, и нам нужно взять значение только соседних элементов, но не всех элементов. И поэтому нам нужен более быстрый доступ к соседним элементам, чем к глобальной памяти. А-ля кэш. Вот. И про что мы будем с вами в следующий раз говорить? Мы будем говорить с вами про то, что на самом деле в видеокарте кэш управляемый. В отличие от центральных процессоров. Вот. И в итоге вот такая вот архитектура нам позволила сделать следующее. Она позволяет нам сказать, что есть некоторая архитектура, которая по факту выполняется на видеокартах, но при этом уже готова к тому, чтобы мы с вами могли обрабатывать наши массивы, наши элементы при помощи классических стандартных операций. То есть это максимально приближено у нас получается к MPI. Но при этом мы будем все считать на видеокартах. Значит, это называется CUDA, а расшифровывается как Compute Unified Device Architecture. То есть это архитектура, которая позволяет на самом деле использовать графические ускорители от компании NVIDIA как процессоры общего назначения. То есть вы можете написать... Смотрите, в чем особенность. Вы, в принципе, можете написать похожий код, как на CPU, и он у вас запустится. Правда, он будет работать сильно медленнее. Но он запустится. Вот. И какая история этого всего процесса? А первая версия CUDA появилась 15 февраля 2007 года. То есть это сколько лет назад? Ну, уже 17, наверное. Да. То есть уже через несколько лет вы понимаете, CUDA будет старше, чем люди, которые будут проходить эту CUDA. CUDA. Ну вот. А последняя версия, которая сейчас является стабильной, это CUDA 12. Собственно, она была выпущена в 2022 году для поддержки карты RTX 40 звездочка-звездочка. Не исключаю, что в этом году выйдет 13-е CUDA. Ну, или для... Если посчитают, что 13-е это плохое число, будет выпущена сразу 14-я версия CUDA. Но посмотрим. Вот. И, естественно, вот эта вот архитектура нам позволяет каким-то образом выполнять ускорение. Пока, правда, непонятно, каким образом она это будет делать, но сейчас мы это посмотрим. Так, есть ли вопросы? Это такое введение. История, как мы дожили до жизни такой. Хорошо. Давайте теперь поговорим про базовые понятия, которые у нас есть в CUDA. А сейчас сразу скажу, что будет большое количество определений. Потому что архитектурно это все отличается. Первое, что нам нужно понять, это какие виды памяти существуют в концепции CUDA. Значит, у нас, у оперативной, на нашем компьютере есть своя собственная память. Это оперативная память. И есть память в виде видеокарты. Это называется host memory. Это наша память, нашего компьютера. И есть device memory. Это память устройства. То есть они находятся независимо друг от друга. И не поверите, зачастую как раз указывается количество памяти, которое у нас есть на видеокарте. То есть вы открываете какой-нибудь интернет-магазин или идете в магазин и у вас там написано, образно говоря, GTX 3080. Столько-то гигабайт. Вот. Это означает, сколько гигабайт у вас есть. Вот это оперативная память. Давайте я как раз параллельно буду открывать. Да. Здравствуй, Crash. Артекс 3090. Ну, собственно, ценник тут понятно. Да. Игрушка не дешевая. Ну, кстати, дешевле становится. Техпроцесс 5 нанометров, то есть это не очень много. И вот, что мы здесь видим с вами. Здесь нам нужно количество памяти. Объем видеопамяти 24 гигабайта. То есть, девайс memory, который мы можем аллоцировать, это 24 гигабайта на видеокарте. То есть, видно, что уже, ну, на некоторых компьютерах оперативной памяти уже меньше. Вот сколько оперативной памяти на ваших компьютерах? Ну, 8-16, у кого-то 32, у кого-то 64. То есть, видно, что, как бы, есть разница. То есть, понятно, что память одна, девайс память другая. Так, давайте дальше. Потоки. Вот тут важная вещь. И сейчас я буду говорить про физическую абстракцию. Поэтому, чтобы вы понимали, я обычно рисую таблицу. Значит, у нас есть физическая абстракция и есть логические абстракции. Мы начнем с физики. Вот. Хотя, код, когда вы будете писать, вы будете говорить, мы будем говорить про логи. То есть, это как вылезли в API. Первая абстракция, это куда-ядро. Это атомальные единицы на видеокарте. Количество куда-ядер можно посмотреть на спецификации сайта. Но при этом его тоже можно вычислить самостоятельно. Дальше, следующая абстракция, которая у нас есть, это абстракция вороб. Она состоит из набора кудо-потоков. И смотрите, в чем особенность. Особенность в том, что устройство управления находится не в кудо-ядре, а находится в ворке. То есть, именно здесь происходит управление регистрами. Не здесь. При этом, значит, обычно, если мы говорим про спецификацию, у нас получается, что на один ворб, по современным архитектурам видеокарты, 32 ворпа. То есть, как бы, одно устройство управления одновременно управляет 32-ми ядрами. Это означает следующее, что если у вас, допустим, будет некоторое дивергентное поведение, что это означает? Это означает, допустим, что у вас на первые 16 кудо-ядер вы хотите отправить одну команду, а на вторые 16 ядер вы хотите отправить другую команду. Они будут вставать последовательно, то есть первые 16 будут обрабатывать эту команду и вторые 16 будут ждать, пока первые 16 выполнят эту команду. Поэтому лучше делать все эти команды плочно, чтобы все 32 кудо-ядра, которые находятся в одном ворпе, выполняли одну и ту же команду. Ну, он так и сделает. Он просто... Он сделает это в два такта. То есть желательно, чтобы они все-таки в одном такте все это делали. Да, да, не будут... Ну, да, то есть у нас получается... Ну, мы используем, так сказать, половину ресурсов видеокарты. Ну, просто потому, что мы делаем две операции. Хотя можно было бы, допустим, смотрите, если у вас первые 16 делают одну, вторые 16 делают вторую, потом еще 16 делают одну, еще 16 делают вторую. Может быть, надо поменять порядок и сделать вот так. То есть, чтобы эти 32 выполняли последние, эти 32 выполняли последние, одну операцию. Вот такой шаблон будет работать два раза быстрее, чем вот такой шаблон. Ну, как быстро, так сказать, они выполняют ее параллельно, да, они все-таки обрабатывают чуть медленнее, чем центральный процессор. Потому что здесь как раз одна команда будет выполнять, каждым кудоядром будет выполняться в спецификациях в частоте. То есть у нас там, грубо говоря, центральный процессор имеет частоту порядка трех гигагерц, то есть они могут делать три на десять девятой операции. Здесь они будут выполнять порядка полутора на десяти в девятой операции в секунду, каждый отдельно, но получается, за счет того, что у нас есть общий ворп, то как бы количество операций будет умножаться на 32 в этот момент времени. Так, значит, это ворп. Да, несколько кудоядер, как одно единое целое, выполняет. А дальше есть еще одна аттракция, которая называется streaming мультипроцессор. Она состоит из наборов ворпов, причем наборов ворпов в физическом исполнении. И вот здесь как раз у нас возникает одно такое интересное понятие. Значит, в центральных процессорах вы, как понимаете, существует два типа ядер. Это физическое ядро и... Господи, как оно еще называется? Ну, виртуальные ядра, да? Вот SM это как раз аналог физического ядра. Вот. Если мы говорим про ворп, это больше виртуальные ядра. Вот. И, как мы понимаем, в центральных процессорах обычно физическое ядро состоит из двух виртуальных. Здесь же тоже есть некоторые ограничения. в зависимости от архитектуры видеокарты. У нас получается на один стриминг мультипроцессор приходится либо два, либо четыре виртуальных ядра, то есть ворпа. В большинстве видеокарт у нас будет использоваться именно четыре ворпа, но, как ни странно, на том сервере, на котором мы с вами будем работать, там будет именно на одно физическое ядро два виртуальных ядра, два ворпа. То есть это зависит от архитектуры самой видеокарты. Вот такая вот у нас физическая абстракция. Но, опять же, если у нас физическая абстракция есть, с ней непонятно, что пока делать. Но она будет важна для того, чтобы мы понимали с вами, как организовывать логическое пространство. Значит, и тут как раз есть задача, которая есть. Представьте себе, что у некоторого Паша есть видеокарта. Старая видеокарта. Значит, что он прочитал? Он прочитал, что в нем находится 2560 кудоядер. Это правда. Значит, дальше он пытался долгим вечером разобраться, собственно, какая здесь константа, 2 или 4. И узнал, что в спецификации количество стримов мультипроцессоров равняется 20. То есть здесь у нас 20 стримов мультипроцессоров на 2560 кудоядер. Вопрос. Сколько варпов в одном стриминг-мультипроцессоре? Нужно поделить на 2. Ну, смотрите, нужно вот эту величину поделить на вот эту. Тогда мы поймем, сколько варпов у нас всего существует. То есть это у нас получается 2560 поделить на 128. Ой, на 20. Мы получаем с вами 128. И дальше вот эту величину нужно поделить на количество ядер в варпе. Получаем, что здесь константа 4. То есть на самом деле по количеству стримов мультипроцессоров вы явно можете посчитать количество кудоядер. О, количество варпов в одном стриминг-мультипроцессоре. Это важно. Так, понятно, как эта задача решается? Размер варпа это сколько кудоядер помещается в одном варпе. Да, мы хотели узнать, сколько варпов находится в одном стриминг-мультипроцессоре. Вот, их оказалось столько. Просто в старых версиях архитектуры видеокарты их было 16, а не 32. Так, хорошо. Это что касается физической абстракции. Теперь давайте про логические абстракции. Да, кстати, картинка. Вот так выглядит один стриминг-мультипроцессор. Вы не поверите, вы можете даже тут пересчитать, сколько тут регистров есть. Вот оно, то есть у нас есть стриминг-мультипроцессор, у него есть OLED-1 кэш, и здесь можно пересчитать, сколько юнитов здесь находится. Как ни странно, если сложить тут int плюс fp32, тут их как раз получится 32. То есть это по факту варпы. Вот. А то устройство, которое управляет варпами, оно оранжевое. Это варп-шедулер. То есть в нем как раз мы можем с вами вычерить 32 потока. Значит, здесь есть, в новых версиях видеокарты, есть еще тензорные ядра, но я думаю, мы про них поговорим чуть позже. Потому что это необходимо для того, чтобы как раз всякие нейросети обучать. То есть сейчас компания NVIDIA занимается еще тем, что устройство внедряет всякие штуки для того, чтобы быстрее нейросети обучались, потому что это коммерчески успешно. Вот. Одна из таких вещей это как раз стриминг, этот, тензорное ядро. Теперь давайте говорим про логические абстракции. Значит, в качестве логической абстракции у нас здесь находится трек, И обычно один тред выполняется на одном кудоядре. То есть здесь соотношение один к одному. Следующая абстракция, которая есть, я ее нарисую чуть ниже, это блок. Это набор потоков, который логически исполняется на единицу времени. Я ее нарисую здесь ниже. Почему? Потому что, хоть блок состоит из тредов, но когда мы будем выполнять блок, он, видеокарта, его будет автоматически бить на варпы. То есть блок будет делиться на варпы и посылаться команду будет через варпы. Поэтому размер блока, который мы с вами задаем, должен быть кратен размеру варпа. 32, 64, 128, 256 и так далее. Но, опять же, есть максимальное ограничение. Я напишу его так, что на один блок можно использовать максимум 1024 потока. Возможно, что архитектура видеокарты поменяется, и вот эта константа будет меняться в зависимости от архитектуры видеокарт. Да? Да, он просто заиспользует лишний блок, и, соответственно, получается, в последнем варпе будет использоваться 8 элементов из 32. Ну, в целом, ладно, но... Ну, там, 8 там, 8 там накопится в итоге. Поэтому это лучше как раз... Блоки делятся на варпы, я сказал. И дальше здесь еще есть одна абстракция, которая называется гридом. Это набор из блоков, который выполняется логически. Значит, смотрите, что происходит, когда работает видеокарта? Она берет грид и делит это все на стриминг-мультипроцессор. То есть, у нас один стриминг-мультипроцессор, точнее сказать, один блок выполняется на одном стриминг-мультипроцессоре. То есть, что делает стриминг-мультипроцессор? Он берет один блок и берет его в обработку. То есть, у нас здесь есть 128 куда потоков, куда ядер, допустим. Размер блока 256, он берет и за два такта обрабатывает этот блок. 128 плюс 128. Вот. А грид — это логическая абстракция, которую мы с вами можем использовать для решения наших задач. Для того, чтобы мы не занимались распределением блоков по стриминг-мультипроцессорам. Потому что мы не знаем, сколько стримин-мультипроцессоров в каждой видеокарте есть. То есть, у нас наша цель будет написать код. Опять же, мы про параллельные вычисления здесь говорим. Мы больше говорим про ученых, которые пишут этот код. Поэтому как-то не очень хочется делать так, чтобы указывать явно стримин-мультипроцессоров насколько из них параллельны. Тем Более часть из них может быть свободна, часть из них может быть не свободна. Так, хорошо. То есть у нас... И смотрите, значит, когда мы запускаем грид, то есть на самом деле, когда мы запускаем код, мы будем с вами запускать именно грид. И что у нас с вами будет происходить в этот момент времени? В этот момент времени мы будем с вами задавать при вызове ядра. Нам нужно будет задать вам парамет. Я специально пишу тройные угловые скобки. Значит, первое это грид сайз, а второе это блок сайз. Значит, это у нас будет количество блоков. А вот это у нас будет количество потоков. В одном блоке. Почему это называется грид? Что такое грид в переводе с английского языка? Сетка. То есть у нас с вами организуется вот такая сетка. Видеокарты ее самостоятельно организуют. Значит, вы по горизонтали у нас будет блок дим. А вот этот параметр это грид дим. Давайте я их переименую, чтобы... И дальше каждый поток, который у нас будет выполнять на исполнение, получит две определенных константы. Значит, вот эта константа будет обозначаться как блок IDX, а вот эта константа будет обозначаться как 3DDX. Нумерация идет с нуля. То есть у нас получается здесь 0 и здесь 0. Вот. То есть когда мы задаем логически вот эту вот всю вещь, то у нас автоматически, когда мы будем запускать код ядра, будет выделяться две константы, каждый из которых будет отличаться у собственного ядра. Давайте вопрос, который я хочу задать. Как вычислить идентификатор вот этого потока? Вот в этой общей нотации. Да. Смотрите. Вот это все, что до него. Это что у нас получается? Блок IDX на блок DIM? А вот это? 3DDX. То есть зачастую, когда вы хотите получить номер какого-то потока, то это можно сделать вот таким вот способом. Вот такой формулы. И при этом это все будет происходить параллельно. Обычно в базовой концепции, что делают? Берут, просто говорят, что у нас Green Team получается это верхняя целая часть N на блок DIM. да то есть у нас получается весь массив мы запихиваем сетку а дальше видеокарта сама будет вычислять для каждого элемента массива его позицию понятно что у нас вы последних каких-то элементах у нас элементов не будет здесь у нас не будет каких-то элементов но тогда мы это можем легко решить сказать что если у нас айди x будет меньше чем число элементов тогда делаем вычисление иначе делаю вычисление мы проводить не будем а потому что если нижняя грань то у нас несколько последних элементов просто не будет обрабатываться как бы нам нужна сетка которая минимально покроет нашу всю пространство да то есть у нас получается грядим это n делить на размер блока понятно что это не оптимальная конструкция для некоторых вычислений но в целом это можно сделать почему это важно почему важно именно сдавать таким образом потому что на самом деле когда это все происходит каждый из этих блоков будет браться определенным стрим мультипроцессором а мы с вами понимаем что когда мы берем стрим мультипроцессор один да и назначить допустим количество размер блока равное количество стрим мультипроцессор это плохая задача потому что у нас некоторые стрим мультипроцессоры могут работать быстрее некоторые освобождаются и так далее поэтому вместо того чтобы городить огород так сказать мы можем сделать следующее а давайте-ка поверх вот этих гридов мы по факту с вами сделаем так сказать третку так всем понятно знакомы понятие третку ла мы сделаем с вами третку поверх стрим мультипроцессоров соответственно как только у нас 3 мультипроцессор будет свободен он будет вычислять определенную команду он будет брать этот блок и обрабатывать тем самым вы можете сами указывать не по мне надо указывать количество стрим мультипроцессоров они у просто у вас начнут вычисления вот это вот такая вот эффективная абстракция тут есть правда картинки да что в этой абстракции есть что давайте поймем сразу скажу что здесь изображена логическая абстракция как вы думаете что здесь является кредом на одно растение хорошо что является блоком на на грядка называется что грядом является поле огород так теперь давайте разобремся с физической абстракцией что можно с растениями делать зачастую то чаще всего делать с растениями поливает да хорошо значит что тогда будет у нас куда ядром да когда мы поливаем одно растение что такое будет ворп тогда ну вот смотрите вы вы берете вот такую большую большую вещь я сейчас я покажу осенизатор называется вот такую вот бандурину и в берете проливаете соответственно как только у вас осенизатор проходит часть рядом по факту можно считать что она проходит определенный ворп то есть она проливает часть не весь ряд целиком а вот маленький кусочек этого ряда за несколько итераций она берет и и обрабатывает весь ряд с обрабатывает весь блок а вот это вот такой вот большой-большой стриминг мультипроцессор ребят это все проливает понятно что таким образом огород мы можем пролить намного быстрее вот приблизительно вот так работает видеокарта вот в общем вот такие вещи ну и давайте может быть чуть чуть на затравку я покажу какую-нибудь картинку как раз из исследования которое мы сейчас делаем так давайте я такую покажу секунду вот для spars матриц но не знаю видно картинка или нет давайте я скачаю тогда вот это время обработки мы делаем пакет который занимается вычислением матриц расстояний посмотрите внимательно то есть зависимости от разреженности масть матриц какая скорость работы программ значит последний метод который предпоследний это гпу классический который считает по парные расстояния а это в dance режиме значит слева это временная шкала в порядках микросекунд то есть шестерка это одна секунда семерка это десять секунд восьмерка это сто секунд вот значит вот они гпу вот видно где они находятся и видно где находится spars гпу впечатляет ли вас скорость работа матрицы расстояние вычислять то есть всякие корреляции и так далее именно гпу то есть у нас есть матрица у нас есть вторая матрица и мы хотим посчитать попарное расстояние между всеми между всеми строками в матрице вот при этом у нас матрица бывает обычная бывает spars матрица вот здесь корреляция кендалла попарные считается то есть смотрите что у нас получается у нас получается что если у нас гпу гпу считает что-то от 1 до 10 секунд то сколько времени необходимо для этого всего для того чтобы считать это все спу пакетом от 10 до сотен секунд то есть ускорение видно в порядке поэтому мы это так или иначе и проходим с вами все дать наверное вопросы что такое grid grid это сетка при помощи которой видеокарта будет назначать задачи на про на обработчики то есть у нас есть размер блока то есть что делает она создает сетку и для каждого элемента этой сетки выдает отдельную задачу на исполнение то есть как бы вот так вот видеокарта передает задачи в физическую инфраструктуру каждая строка в этой истории обрабатывается одним стриминг мультипроцессором то есть что берется берется вот эта строка отдается на стриме мультипроцессор потом стрим мультипроцессор берет вот эту строку блока и бьет ее на варпы и ее исполняют вот просто чтобы нам со физической абстракцией не станет сталкиваться мы как раз подаем максимально это все на выполнение видеокарте а dance это означает что мы работали тут спорт с матрицами в разных режимах надо а это мы подаем мы подаем спорт с матрицу с разной степенью разреженности ну да это просто продублированный график чтобы показать просто динамику тем меньше элементов матрицы физически находятся то есть 99 процентов значения это нули